Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию актера Илью Шакунова. Учился на врача, но стал актером. Более 20 лет счастлив в браке и был ли на самом деле роман с актрисой Мария Порошиной. Илье Шакунову удалось стать талантливым и профессиональным актером, который просто не сидит на одном месте. Его можно увидеть во всевозможных приключенческих картинах, а также мелодраматических сериалах, которые впоследствии западают в душу многим телезрителям. Но стоит отметить, что сам артист никогда не гнался за славой, так как понимал, что она не бывает легкой. Он привык выбирать для работы такие проекты, с помощью которых можно научиться справляться с различными трудностями и множественными преградами. Появился на свет будущий актер в августе 1970 года. Родители не просто так оказались в Ленинграде. Они должны были продолжать учебу. Мама получила образование химика, а отец инженера. Пожениться им удалось, еще будучи студентами. В школе Илья начал учиться в студии актера Горбачева. Как-то раз мама услышала по радио о наборе детей в театральную студию, поэтому она решила записать туда и своего сына. Юный Илья с удовольствием постигал театральный опыт, но все равно тогда он воспринимал это как хобби. Когда школа была окончена, Илья принял решение стать врачом, поступив при этом в Ленинградский медицинский вуз. Потом резко ему захотелось поменять университет. Несмотря на такое решение, в конечном итоге Илья бросил и медицинский вуз, и электротехнический институт. Ему удалось принять тот факт, что ему хочется стать актером. Таким образом он оказался в Ленинградском институте театра музыки и кино. Илья был талантливым студентом, поэтому на четвертом курсе его пригласили поучаствовать в спектакле «Горя от ума». После получения диплома он начал работать в ТЮЗе. В 2013 году Илья бросил театр и переключил все свое внимание на кино. Дебютировал он в 1993 году, сыграв в драматическом проекте «Сотворение Адама». Популярность пришла к нему в 2000-х годах. Ему удалось сыграть в картине «Темная ночь». 2002 год принес актеру роли в нескольких проектах, среди которых следует отметить такие, как сериал «Каменская», а также картина «Подружка осень». Также актер снимался и в многосерийном проекте «Виола Тараканова. В мире преступных страстей». Главная роль была сыграна Ильей в детективной картине «Умножающий печаль». А в 2018 году его пригласили в мелодраму «Дожить до любви», а также в сериал «Султан моего сердца». 2019 год «Подкидыш» и картина «Окончательный приговор». В 2020 году фильмография актера пополнилась такими работами, как «Северная звезда» и «Первый отдел». «Личная жизнь». Личная жизнь актера успешная и счастливая. На протяжении длительного времени мужчина живет в браке с Анной Дюковой. Познакомились они в театре юного зрителя. Любимая супруга подарила Илье двух прекрасных детей – дочку Василису и сына Макара. Актер является привлекательным мужчиной, поэтому о нем иногда можно услышать множество нехороших слухов. Сам же Илья старается их опровергать. Так во время съемок картины «Монте-Кристо» прошел слух, что Илья собирается бросить семью ради своей партнерши Марии Порошиной. Сам актер признавался, что сердце его трепетало, хотелось бежать на съемки и видеть Машу. Он дарил ей цветы, приглашал куда-то, но именно плотского романа у них не было. Также Илья подметил, что творческие люди часто испытывают влюбленность к своим партнершам по съемочной площадке. Но, слава Богу, он вовремя одумался и стал разделять работу и личную жизнь. Его супруга ему полностью доверяет, так как знает особенности актерской профессии. Она сама актриса. Илья до сих пор стыдна за те свои чувства к Марии Порошиной. И на сегодняшний день он старается не давать своей супруге повода для ревности. Илья часто участвует в медицинских проектах. Последнее время он работал над съемками сериала «Спросите медсестру». Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этого артиста. А я всех благодарю за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, Божьего благословения. До новых встреч и всем пока-пока.